Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» размышляем над теми вопросами, с которыми сталкивается так или иначе каждый православный священник, особенно те священники, которые в той или иной степени ведут миссионерскую работу. Тот вопрос, который мы сегодня предлагаем вашему вниманию и размышления ответа и поиска путей ответа на этот вопрос, наверняка так или иначе хотя бы один раз в жизни затрагивали лично вас. Одна женщина пишет. И пост, и посещение богослужений, и вот это слишком тщательное копание в своей душе с постоянными воспоминаниями своего непотребства – все это Богу не нужно. И сейчас я делаю только то, что понятно моей душе. Сейчас моя духовная жизнь идет совсем по-другому. Я делаю только то, что моей душе созвучно и отказалось от всего того, что было доселе. Интересное очень письмо и, можно даже сказать, очень характерное. Человек когда-то в начале своего воцерковления очень ревностно взялся за подвиги, в том числе подвиги внешние, соблюдение поста, молитвенное правило. Хотя в начале воцерковление молитвенное правило может быть и непонятно, но человек старается, заставляет себя читать, может быть, даже не все понимая. А потом со временем наступает состояние такого как бы охлаждения. И человек делает вывод, что Богу это ничего не нужно. И впоследствии уже делает только то, вот как было сказано, что созвучно моей душе. Дорогие друзья, знакомое состояние. Давайте приведем вам такую аналогию, которая может быть, как мне кажется, поможет нам задуматься над этим феноменом. В чем его причина и самое главное, какие пути, пути выхода из этого состояния. Представьте себе, какой-нибудь молодой художник хочет овладеть этим искусством. Он ездит по всем картинным галереям, долго, вдумчиво всматривается в картины известных мастеров. Продолжительное время оттачивает свое мастерство. Он делает копии картин известных мастеров. У него не все сразу получается. Цветовая гамма, композиция. Но он старается. Он тратит массу времени для того, чтобы как можно более похоже изобразить. То или иное полотно известного мастера. Долго оттачивает свое мастерство. И вдруг такой молодой художник встречает человека, который на этом поприще, ну скажем так, подвязался гораздо большее время. И говорит, слушай, дорогой мой приятель. Я сам лет 15-20 лет был точно таким же, как ты. Я буквально, я мог бы подписаться под каждым твоим словом. Я тоже ездил по всем картинным галереям. Я смотрел, я так старался. Хотел тоже стать великим художником. Прикладывал массу усилий. Но потом я понял, все это не нужно. Я сломал через колено все свои кисти, выбросил все свои холсты. Я понял, что я напрасно потратил годы жизни. Я массу времени потратил не на то. Не нужно это моей душе. Это на самом деле совершенно не мое. Как вы думаете, дорогие друзья, молодой начинающий художник, как должен отнестись к словам, к совету такого человека? Пожалуйста, дорогие друзья, на ваше усмотрение. Если вам не нравится пример с художником, если это аналогия, можете пример с музыкантом. С учителем, например, с педагогом, который много лет на этом поприще трудится, достиг определенных успехов, вдруг чувствует момент такого эмоционального выгорания, творческого выгорания. Какой-то внутренний надлом, какой-то переживает кризис. И ему кажется, что все, чем он занимался до сих пор, все это никому не нужно, ни детям, ни родителям, ни ему самому. В любой области, дорогие друзья, на ваше усмотрение, предложите сами более понятный для вас пример или образ. В любой области человеческой деятельности человек рано или поздно может столкнуться с таким искушением, с таким испытанием, которое называется на языке психологии эмоциональное или даже профессиональное выгорание. Давайте посмотрим по аналогии с православной аскетикой. В православной аскетике, в святоотеческих трудах, в частности, в Древнем Потерике, в достопамятных сказаниях, в алфавитном Потерике, в многих житиях подвижника веры мы тоже наблюдаем очень похожую ситуацию. Подвизается 10, 15, 20 лет какой-нибудь отшельник, и вдруг наступает момент, который на языке православной аскетики называется уныние или окамененное нечувствие. То есть подвижнику вдруг опротивила молитва. Келья стала для него невыносима. Тот образ жизни, который он вел много лет, становится ему отвратителен. Он не хочет встречаться со своим духовным отцом или с другими единомысленными братьями. У него отвращение к богослужению, священное писание, слова молитв, привычное рукоделие, все ему наскучивает, все у него вызывает отвращение. На языке православной аскетики это именно так и называется состояние уныния или окамененного нечувствия. Если подвижник в таком состоянии уйдет из кельи, уйдет из пустыни или уйдет из общежития на монастыре, уходит в мир, то на языке православной аскетики это состояние всегда называлось падением. Очень подробно об этом у преподобного Феодора Студита написано, у преподобного Иоанна Лестичникова, у преподобных Фарсонофия, великого Иоанна Пророка, у многих отцов-аскетов. Они описывают это состояние. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин описывает, говоря о пороке, о страсти уныния и о борьбе с ним. И вот на что хочется обратить ваше внимание, дорогие друзья. Подвижник, который в этом состоянии, в состоянии этого искушения уходит из пустыни, отвращается от подвижнической жизни, впадает в блуд, во вся тяжкая, то в глазах монашествующих, в глазах подвижников, его же собратьев, это считается падением, за него молятся, о нём плачут, о нём сокрушаются. Его пример не является образцом для подражания. Вот я вам привёл немножко ранее аналогию с художником. Вот как вы думаете, если молодой художник или музыкант, или кто угодно встречает человека, который в момент профессионального, эмоционального выгорания, в момент такого вот, скажем так, душевного кризиса, говорит, всё, чем я занимался до сих пор, всё это никому не нужно. Разумно ли слова этого человека воспринять как некое открытие? Благоразумно ли, правильно ли отнестись к словам такого человека, как ориентиру к действию, как, скажем так, путь, по которому ты тоже должен идти? Нужно ли тоже, сложив руки, отказаться от всего, чем ты до сели занимался? Нужно ли так делать? Я думаю, ответ вы сами найдёте. Вопрос этот скорее риторический. Если посмотреть вот пример из православной аскетики. Подвижник вместо того, чтобы молиться Богу, спрашивать совета более духовно опытных, понуждать себя ходить на богослужение и с Божьей помощью, я подчёркиваю это слово, с Божьей помощью препобедить это состояние уныния. А у преподобного Иоанна Лествичника, хочу вам напомнить, он даже говорит, что ничто не доставляет монаху столько венцов, как победа над унынием. Венцов от Бога имеется в виду, о духовных венцах идёт речь. Вместо того, чтобы с Божьей помощью препобедить это искушение и выйти из этого искушения более опытным, более сильным, более умудрённым и дальше двигаться к Богу, то есть продолжать свою подвижническую жизнь, но уже умудрённым опытом, чтобы потом этим опытом поделиться с другим. Если подвижник уходит, это называется падение. И по аналогии в любой области человеческой деятельности, если человек вместо того, чтобы преодолеть искушение, пережить этот эмоциональный или профессиональный кризис, вместо этого начинает свой кризис тиражировать другим, говорит как о каком-то открытии и пытается и других, ну уж простите такое слово, сбить с правильной дороги, благоразумно ли нам следовать его совету? Вот подумайте сами. Безусловно, человек в состоянии эмоционального, профессионального выгорания, какого-то творческого надлома, он нуждается во внимании, он нуждается в сочувствии к нему в этот момент, он нуждается во всяческой помощи. Если речь идет о верующем человеке, то он, безусловно, нуждается в молитве. И другие верующие люди, которые его знают, должны горячо молиться и всячески его поддержать, помочь, буквально окрылить его, чтобы он это состояние пережил, потому что состояние выгорания не может являться чем-то нормальным. И тем более это не какое-то открытие, что человек открылся, вот все, я понял, теперь ничем заниматься не надо. Человеку надо помочь пережить это состояние. Но, к сожалению, у нас получается так, что люди, вот как возвращаясь к тому письму, которое я зачитал вам вначале, люди, которые лет 20, 25, 30 лет назад в период воцерковления очень горячо взяли за духовную жизнь, потом пришли к состоянию такого искушения, такого духовного выгорания, а на языке аскетики это уныние или камененое чувство, они становятся, скажем так, проповедниками этого состояния, и это состояние тиражирует другим, сбивая с правильного пути более юных, менее опытных православных христиан. Хотелось бы вам зачитать, дорогие друзья, из очень назидательной книги, которую составил Архимандрит. Иоанн Кристиангин, она так и называется, «Настойная книга для монашествующих и мирян». Он здесь цитирует письма святителя Феофана Затворника, письма, написанные святителем уже в последний год его жизни, когда уже с высоты своего духовного опыта некоторым своим духовным чадам, которые просили духовного руководства и совета, святитель Феофан в своих письмах обращал внимание в том числе на то состояние, о котором мы сейчас ведем разговор, состояние духовного выгорания, духовного надлома, уныния или окамененного нечувствия, охлаждения к подвигу. Вот он пишет, цитирую вам из письма одной из своих духовных чад. «Вы испытываете охлаждение и видите причины его. Эти причины действительно таковы, что могут охлаждать. Они все от вашего произволения зависят. Вы можете отклонить их, как только захотите. Поблажать же им ни с того ни с сего, или по невниманию, или по фанфаронству. Но чего же ради? Охлаждение разве легкая беда? Нелегкая?» Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, сам стиль и язык писем святителя Феофана, это язык 19 века, он может быть в чем-то не совсем понятен нам, живущим в современных реалиях, но если вдуматься, читать внимательно, тут, в общем-то, все понятно. Святитель Феофан говорит, что вот это испытание охлаждения, разве это легкая беда? Да, конечно, нелегкая. «Подскочит враг и начинает мутить. Не оглянетесь, как свернет вам голову. Так извольте встрепенуться и бодро смотреть за собою. Вы же уже нагляделись, натешились в свое время. Теперь пора и построже себя держать. Разве забыли слова святого апостола Павла? Со страхом и трепетом свое спасение содевайте. А у вас и простой осторожности не стало». Вот фрагмент из письма святителя Феофана. Главная здесь мысль, я думаю, всем понятна, что святитель Феофан как раз обращает внимание, что в этом состоянии охлаждение. Когда вся христианская жизнь, которую вы вели до селья, вдруг вам, простите за простую фразу, опротивила, вам кажется, что Богу не нужно ни вашей молитвы, ни вашей посты, ни ваше покаяние, что все это Богу совершенно не нужно, и вам кажется, что теперь я должна или я должен вести себя так, как мне нравится, как здесь было написано, делать только то, что созвучно моей душе, простите, созвучно душе может быть грех, страсти, которые ведут в погибель и удаляют от Бога. И вот как раз вместо того, еще раз подвожу итог, дорогие друзья, сказанному выше, вместо того, чтобы с Божьей помощью это состояние преодолеть, а чтобы его преодолевать, надо понять, что это состояние не является нормальным, это не является каким-то открытием, и это состояние, в котором ты находишься, уныние, охлаждение к духовной жизни, окамененное нечувствие, это совсем не то, чем ты должен делиться со всеми подряд, например, в интернете, там в комментариях, там в соцсетях, в блогах и в чатах, говорить, вот посмотрите на меня, я наконец-то понял, или я поняла, что все это Богу не нужно, я теперь живу совершенно по-другому. Это не является открытием, это не надо проповедовать, с этим надо бороться, надо просить у Бога помощи и милости, Его, чтобы это состояние препобедить, и здесь очень важно, тут никуда не денешься, как говорится, хотим или не хотим, очень важно советоваться с духовно опытными людьми, которые сами прошли через это, и они тебе подскажут, тебе конкретно, вот если есть у вас, подобно вашему личному лечащему врачу, если у вас духовно опытный священник, да, духовный отец, то он вам подскажет, вам лично, персонально, как вам с Божьей помощью это состояние преодолеть, стать сильнее, стать опытнее и двигаться дальше к Богу. Давайте задумаемся над этим, дорогие друзья, какую информацию мы принимаем, чему мы следуем, мы следуем Священному Писанию, Святым Отцам или нашим эмоциям. Будьте здравы и Богом хранимы. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok